Всем привет! Я продолжу распаковывать посылки с сайта BlueLink. На этот раз я заказал себе детали для того, чтобы улучшить, пересобрать один из наборов. В общем, потом планирую выпустить видео, что у меня в итоге получится. Также я заказал себе довольно редкую минифигурку из Бэтмена, причем самую первую Бэтмену 2007 года. Давайте все смотреть. Кстати, этот заказ я создал 15 августа и дошла мне эта посылка за 4 дня, но очень долго ее отправляли. То есть 15 августа создал, отправили аж где-то приблизительно 4 сентября и вот только сейчас мне пришла эта посылка. В общем, довольно медленно сам заказ собирали, а пришла довольно быстро. Написали, что у них там были какие-то проблемы, очень много было заказов, не хватало человек, которые собирают заказы. И поэтому так долго пришлось ждать, так бы, конечно, это видео вышло намного бы раньше. Ну что ж, давайте распаковывать, посмотрим, что мне в итоге пришло. Что ж, вытаскиваем первый пакетик и сразу же видим, что здесь находится вот эта вот довольно редкая минифигурка по Бэтмену. Ну это у нас Ядовитый Плюч, самая первая версия, выходила где-то в 2007 году в довольно дорогом наборе. И вот в этом вот магазине, в котором я заказывал, она распродавалась довольно недорого. И она, кстати, была вообще новая, то есть ее даже ни разу не собирали. То есть вот как она в наборе вышла, ее вытащили. То есть вообще фигурка абсолютно новая, даже никто вот голову не одевал, потому что вот эта вот часть даже вообще не затерла. Очень повезло, что смог найти такую редкую фигурку, потому что не планировал себе покупать набор, в котором она выходила. Но фигурка действительно очень классная. Вообще в дальнейшем планирую, наверное, собрать все версии Ядовитого Плюща, потому что у меня уже имеется несколько. И как по мне, это лучшая версия Ядовитого Плюща, которая когда-либо выходила. И рад, что у меня появилась вот такая вот минифигурка. Также еще здесь заказал некоторые запчасти для Мистера Фриза. Это вот такая вот часть, которая одевалась сверху. И также вот такой вот шлем, который тоже удалось купить мне новым. И на нем вообще нет никаких царапин. Голова, кстати, уже от нового Мистера Фриза, потому что, ну, чтобы хоть как-то я собрал минифигурку. Потому что старую, которая уходит в 2007 году, потом закажу отдельно, потому что полностью минифигурка в сборе будет раза в 4 стоить дороже, чем вот так вот заказывать по частям. Ну, и также еще взял себе голову Рей. Потому что у меня осталось только тельце от нее. Как помните, я собирал самоделку. То есть у меня была такая кастомная темная Рей. Кто не видел, обязательно посмотрите обзор. Там я рассказывал, как ее собрал. И поэтому тельце там у меня лежит просто так в коробке. А теперь могу поставить ей обратно голову. И уже будет у меня два персонажа. И также здесь еще вот находится вот такой вот пакетик с серыми деталями. Как видите, здесь имеются вот такие вот наклонные для башен. Так, еще куча кубиков серого цвета. Если кто догадался, напишите в комментариях, какой набор я планирую проапгрейтить. И куда я планирую использовать такое количество деталей. Вот, как видите, здесь довольно много всяких таких наклонных стенок. А еще некоторые у меня имеются с такими наклейками, чтобы более красиво было. И также здесь еще у нас имеется вот такая вот летучая мышь. Это у нас по Бэтму. Ну, была, давайте я его высушу, чтобы более детально посмотреть. Вот, собственно, вот такая вот летучая мышь. Вообще это по Бэтму, но я планирую, наверное, заменить ему штаны. Хотя можно и не заменять. Фигурка, кстати, очень интересная. Ходил он, к сожалению, в таком довольно скучноватом наборе. Мне как-то вообще не понравился. А у этого продавца она обошлась мне примерно где-то в 100 рублей. Что я считаю вообще недорого. Для такой классной фигурки в отличном состоянии. И не пришлось заказывать набор ради одной мини-фигурки. Также еще эта мышь отлично подойдет для такой самоделки, переработки, которую я собираюсь сделать с набора. Кто догадался ли, чего мне вот эти детали, пишите в комментариях. Посмотрим, сможете ли вы угадать. Всем спасибо за просмотр. Смотрите остальные мои видео. Также у меня есть плейлисты с обзорами на разные лего тематики. Так что я думаю, вы обязательно найдете себе, что посмотреть. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok